Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о кислородной катастрофе, о Кольте и о Мулен Руш. У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недаля и Александр Нищук. И это «Чистая правда». Впереди вас ждут три истории, и о чём они будут. Вы уже знаете. Знаем теперь мы. Чистенькая правда. Да, да, чистенькая. Чистенькая правда у нас и грязненькая история у Саши. Тут это уже про какую-то катастрофу. Или что там у тебя экологическое. Это же что-то с грязью связано, нет? Ладно. Скоро узнаешь. Давай не будем гадать, давай перейдём к истории. Отбивочку, пожалуйста. Я продолжаю играть в Red Dead Redemption 2. Не обессудьте. Вообще сколько можно? Вообще долго играю. 42% прошу. Играешь, видимо, редко. Редко, да. Поэтому сегодня я продолжу тему вот этого Дикого Запада, что ли. Но не про бандитов, а про человека и револьвера. Великого уравнителя? Да. Самуэля Кольта. Ага. Ну, история началась, когда вот этот самый американец получил патент на основные принципы капсульного оружия с вращающимся барабаном. И револьф, ну, с английского это и есть. Вращаться или сменяться. И револьвер оттуда. А что значит капсульный? Капсуль это такой небольшой... А, я понял. Это на патроне. На патроне, да. По нему бьешь, он зажигает. Он зажигает, и потом он уже зажигает порох. То есть в капсуле не порох. Понимаешь? Там может быть ртуть. Да? Да, да, да. То есть это легко, быстро воспламеняющее какое-то вещество, а оно уже зажигает как бы порох. То есть это не капсульный револьвер, а это в смысле патроны вставляют с капсулом. Да, да, да. Все, я понял. Там стоит баек, соответственно. Значит, ну, надо сказать, что он вообще не изобрел ни кольцам. Он не был изобретателем, ну, таким-то совсем. Но он ни барабан, ни капсуль не изобрел. Но он зато все организовал. Бизнесмен? Ну, и бизнесмен, и какие-то идеи ему такие общие приходили, и он через своих уже там инженеров решал. Ребята, сделайте-ка вот так. Да, да, да. Ты что? Ну, потом он их бьет плеткой, и они делают. Ну, ладно. Кольт родился 19 июля 1814 года в городке Хартфорд. Значит, это штат Коннектикут. В семье владельца текстильной фабрики Кристофера Кольта. То есть был небедным. Небедным. С образованием не задалось, и его отчислили из университета. Но семейное состояние позволило ему и без образования основать оружейную компанию. Сам револьвер Самуэль Кольт изобрел еще в 1835 году. То есть ему было всего лишь 21 год. И есть версия, легенда, что к идее создания револьвера изобретателя подтолкнуло наблюдение за штурвалом Брига, на котором он в 1830 году, то есть в 16 лет, вот этот юный Самуэль, совершал морское путешествие из Бостона в Калькутту. И он увидел, как вращается штурвал, и подумал, чтобы так барабан вращался на оружии, чтобы, соответственно, патроны подходили. То есть все-таки дело-то не в том, что у него богатые родители, а может быть парнишка-то умный был, на самом деле. Такой акцент такой о том, что вот его отчислили, родители богаты, поэтому у него все получилось. Ну, мне кажется, что он умный. Саша, объясни, как это работает? Ты можешь идею-то увидеть, но как инженера ее не воплотить. Это же тонкая работа. Ты же сам сказал, 21 год, он изобрел. Ну, изобрел вот так вот, типа вот получил патент, естественно, там напрек людей. Ну, молодец, это тоже надо уметь. Юля, знаешь, такое есть выражение, что идеи ничего не стоят без реализации. Конечно, конечно. То есть если ты что-то придумал, всем рассказал и ничего не сделал по этому поводу, никто ничего не сделал, значит, твоя идея ничего не стоит. А вот если ты ее придумал и реализовал, вот тогда начинает... Я понимаю, но я все же считаю, что идея это всегда самое главное, потому что, в принципе, реализовать все, что угодно. Без идеи делать что-то глупо. Да. В общем, патент он получил в 1936 году на вот это оружие. Первым серийным револьвером Кольта стал Кольт Паттерсон. Паттерсон – это город, где находился завод непосредственно. Есть фильм такой? Значит, штат Нью-Джерси, кому интересно. Значит, оружие поставлялось с запасным барабаном, то есть он был съемный. Отстрелял, снял вот эту железную штуку, барабан вставил, а пока условно там той оруженосец или кто, он заряжает тот барабан. Ну, это как обойма, получается. Да, да, обойма, так и есть. Ну, и отличительной особенностью этого револьвера было наличие ударно-спускового механизма одинарного действия. То есть вот этот механизм надо было пальцем заводить. Каждый раз? Каждый раз. Каждый раз. Не нажимая на курок, он отводился и стрелял. Понимаешь? Ну, то есть отвел, выстрелил, отвел, выстрелил. Нет, ты нажимаешь на курок, он отстреливает, а потом тебе надо пальцем его взвести. Заново, да. Я об этом и говорю. Автовзвода не было? Не было. То есть автовзвод — это двойного действия. То есть он туда и обратно. Да. Да, здесь только одного. Ну, и из-за этого вы, наверное, видели в фильмах, когда вот так одной рукой стреляешь, да, второй как бы. Это вот. Я никогда не понимал. Ну, в детстве я не понимал, зачем они так делают. Потому что в других фильмах ты видишь, что не делают. То есть кто-то делает, кто-то не делает. Думал, что это по приколу как-то быстрее. Кто-то... А, я слышал версию в детстве, что это типа так быстрее взводиться будет. Оказывается, нет, просто разные механизмы. Ну, и выглядит эпично. В общем, одни одинарного действия, другие как бы вот двойного. Ну, мало того, вот на этом первом кольте, да, револьвере, значит, спусковой крючок, ну, курок, был утоплен в корпусе револьвера и выдвигался лишь наружу, когда взвод осуществлялся. То есть, по сути, это был предохранитель. То есть, если курок не взведен, то и ты не нажмешь... Ой, ну, если боек не взведен, то ты не нажмешь на курок, потому что он утоплен. Ну, и скоба, вот спусковая. Ну, скоба, чтобы вы понимали, это вот та, которая защищает курок. Да. Ну, от случайного нажатия. Она отсутствовала. Ну, просто ее не было. Не было смысла, да, вот, как это все выглядело. Да. Ну, и, собственно, надо сказать, что оружие не очень хорошо было приспособлено для массового производства. В компании выпустили всего 2500 револьверов. Ну, как вы сами понимаете, для завода и для масштабов не так уж и много. Минимальные допуски деталей и наличие всяких мелких деталей, пружин делали конструкцию револьвера больше похожей на часы. В общем, сложная конструкция была. Мало того, настолько все было тонко и индивидуально, что детали от одного револьвера не подходили к другому. То есть, их нужно было дотачивать каждый под каждой. Да. Ну, это проблема. Сейчас-таки допуски и посадки, видимо, укладывать в едином механизме. Ну, в общем, проблема была такая. Не подменить детали. Значит. Ну, и, соответственно, не стрельнул, как говорится, револьвер. Хотя, на самом деле, Кольт в это же время производил барабанные винтовки, ружья, но это не спасло его от банкротства. И уже в 42-м году, через 6 лет... Закрылись? Закрыли. Обанкротились. Да. Однако, возобновить деятельность через 4 года помогла война с Мексикой. 46-й, 48-й год 19-го века. Бывший капитан техасских рейнджеров Самуэль Уокер уже, тоже Самуэль, только Уокер. Крутой? Ну, да, как оказалось. Потому что не каждый Уокер, только крутые, могут усовершенствовать оружие. Вот этот револьвер доработали, добавили спусковую скобу, и модель получила название Кольт Уокер. И начала выпускаться с 47-го года. Улучшенная конструкция позволила использовать револьвер уже в полевых условиях, сделала его более надежным. Кольт ее предложил американскому правительству, и, соответственно, они выкатили условие, что детали должны взаимозаменяться. Ну, то есть, подходить от разных револьверов. Ну, на войне так бывает. Ну, логично, да. Они это сделали, и все дела пошли в гору, получили, как говорится, там, заказы. И уже в 55-м году вот этот завод был перенесен в Хартфорд, был в Паттерсоне, да, как я говорил, а теперь в его родной город. Вот, и он до сих пор там есть. Ну, так, чтобы, если интересно, кто будет, это же так, анектикут, там есть завод Кольта. Он действующий? Да, да, выпускают до сих пор. В Великобритании тоже открыли филиал. После вот этого Кольта Уокера свет увидели другие модели. Под маркой Кольт это Драгун, Кольт Неви 1851, Кольт Армия модель 1860, ну и, как вы понимаете, это по году производства. М-100 1861, то есть, стали выпускать другие револьверы, усовершенствовать. И, надо сказать, что самый известный, вот которых вы видите револьвер в фильмах, в вестернах, ну, в основном, он, конечно, появился уже после смерти Кольта. В 1862 году Кольт умер неожиданно, по естественным причинам, ему было немного лет. Надо сказать, вот такой момент, что тогда шла гражданская война, он, ну, у него был завод, естественно, оружейный завод, и он, как там, патриот своей страны, он вооружил рабочих, создал отряд, и сам уже собирался выдвинуться на, как говорится, в район боевых действий с отрядом, с вооруженными им, его же оружием, людьми, но вот не успел. Все думают, что Кольт полковник, да, хотя он ни разу так до армии не дошел. И действительно он полковник, а как так получилось, что он не воевал и стал полковником, и не оканчивал никаких вузов. А дело в том, что ему звание подарил, так можно было у них тогда, губернатор Коннектику-то, за поддержку на выборах. За поддержку на выборах? Да, будешь полковником, ну все, официально звание, хотя вот так можно было. Я думаю, хоть там за то, что он там пистолеты делает, ну, если револьверы. Не, он делал, но как бы, если бы не поддержал. А сейчас думаешь, такого нет? Думаю, нет, полковника так не получить. Вот, скорее всего, доктора наук, наверное, ты можешь получить за поддержку на выборах, наверное. А полковника, ну это же надо как-то, ну, служить, по крайней мере, числиться-то. Ну ладно, Кольт умер, возвращаемся к нашему герою, в 47 лет. Оставил целое состояние, это примерно 15 миллионов долларов на наши деньги. Чтобы вы понимали, что это такое, это более 300 миллионов долларов на сегодняшний день. Достаточно серьезно. Кому осталось? Ну, а как ты думаешь? Жене? Ну, теперь уже вдоведа. Элизабет Харт Джарвис ее звали. Неплохо, неплохо. Вообще-то женщина в трауре. Да. После кончины Кольта, вот неплохо. У компании дела шли, неважно. Логично. Но все изменилось в 70-х годах. Когда был создан вот тот самый знаменитый пистолет, его название это Кольт Сингл Экшн Армии, модель 1873 года. И он получил в дальнейшем название «Миротворец». Револьвер был также одинарного действия. Соответственно, он был заказан партией 8 тысяч экземпляров. Давайте так. Я говорю о разных револьверах. Ну, некоторые из них, ну, по крайней мере, «Миротворец» в телеграм-канале, в доп. материалах мы выложим, чтобы понимать, о каком оружии идет речь. Вот это бротяк. Условно, классический револьвер с барабаном, с этим бойком, что вы видели. У меня даже в детстве такой был. Правда, литой из железа. Тяжелый. Ничего не сводилось, но... Можно было его убить тогда, как будто без патронов, понимаешь, остался. Короче, в последующие 20 лет армия приобрела еще 30 тысяч экземпляров. И модель оставалась на вооружении достаточно долго по тем временам, еще 16 лет, до 89-го года, когда уже появились другие револьверы двойного действия, когда не надо было вот взводить второй рукой, как говорится, боек, да. Несмотря на то, что револьвер был создан для армии, большую популярность он обрел в качестве гражданского оружия на Диком Западе. Ну, в том числе вот среди ковбоев, там, всяких злодеев, шерифов и прочее-прочее. И именно гражданские торговцы оружием дали ему вот это название «миротворец». Ну, «миротворец» типа, когда он у тебя, то никто не будет там рыпаться. Да-не, но если у тебя и у соперника такой пистолет, то лучше и не рыпаться, потому что опасно. Сколько стоил для граждан револьвер? Есть данные, что он стоил 17 долларов. Это по тому курсу, по нынешнему 330, чтобы вы понимали. Ну, и для некоторых плюс-минус это был месячный заработок. Ну, там, может, полмесяца-месяца, чтобы вы понимали, на сколько продавали тогда оружие на Диком Западе. Всего с 1873, когда он стал производиться, по 1940 год в США было выпущено 360 тысяч револьверов «миротворец». Но его модификации... Да. То есть армия заказала почти 40 тысяч, а всего там 330. Да, то есть, ну, как бы в народ ушел. Ну, как-то же надо поезда грампить было с револьверами. И деньги были на покупку. Ну, что дальше с компанией? 1901 год, вдова Кольта Элизабет отошла от дел, сменилось руководство. Новый менеджмент привлек к работе гениального вооруженника Джона Браунинга. И вы, наверное, тоже слышали, да, там, пистолеты Браунинга и так далее. Вот он работал у Кольта. И, соответственно, что Кольт, фирма Кольт еще выпустила известного и долгоиграющего? Это пистолет уже, не револьвер, а пистолет М19-11, то есть по году создания. Пулемет Кольт Браунинг и тяжелый пулемет М2. Почему я про них говорю? Да потому что они долго использовались, это успешные модели, то есть, там, не на 5-10 лет. Ну, например, пистолет сошел с дистанции официального армии, вот перестали использовать, только в 1985 году, то есть он в 74 года был на вооружении. Представляешь, сделали как круто, что, ну, а там тоже недорогие сидят, да, то есть, зачем неработающие использовать? Вот в 74 года. А М2 пулемет до сих пор в строю, то есть уже получается, сколько лет? Ну, сотни лет. Что там за пулемет-то? Ну, давай так, вы их все видели в фильмах, вы их все видели, то есть вам силуэты знакомы. Я в Телеграме, в Телеграм-канале вот эти фотки тогда подготовлю, чтобы понимали. К разгару войны во Вьетнаме компания Кольт предложила американским военным штурмовую винтовку АР-15, и вам она ни о чем не говорит. Она, ее модификация стала вскоре знаменитой М-16. Ну, М-16-то вы слышали. Ну, вот это знаменитая, как бы, типа ответ Калашников, вот Калашников и М-16, то есть у нас Калашников, у них М-16. В играх очень часто используются. Вот, это тоже Кольт, чтобы вы понимали, компания. Тем не менее, несмотря на то, что вроде там снабжают армию США, успешное оружие, компания в 1992 году обанкротила в второй раз, а в 2015 и в третий. Но банкротство это не обязательно... Да-да-да, не то, что они обанкротились там как-то юридически, но они продолжают там что-то пылить и выпускать. Серьезно, то есть до сих пор Кольт-то можно приобрести. Как Кольт взаимодействовал с Россией? Ну, во-первых, он приезжал 30 октября, известно, 1854 года. Кольту 40 лет, мы помним. Он встретился с Николаем Первым в Зимнем дворце. Естественно, он приезжал налаживать... Продажи. До продажи, да, то есть это как бы... Поставки. Конечно. Император-вооружейник преподнес три роскошно отделанной серии модели револьвера. Драгунскую, флотскую, карманную. То есть разные такие модификации. Но заказов из России не последовало. Сказал, спасибо, мы сами. И действительно сами, потому что в России Кольты производились без лицензии, самопальные. Ну, видимо, достать было не проблема. Изучили и поставили на выпуск. То есть у нас был свой Кольт. Как китайцами были. Да, абсолютно. Выпуск был налажен в трёх городах. Тула. Ну, понятно. Оружейная столица. Ижевск тоже. И, внимание, Гельсинг-Форс. Это Хельсинки. Ага. Да. Ну, название старое. Значит, это, короче, в Хельсинки. Кто забыл, вообще-то, Финляндия была частью Российской империи. Ну, на каком-то отрезке. Да. На том точно, Саша. Да. Значит, в 1911 году российское военное ведомство заинтересовалось пистолетом. Кольт пистолетом, не револьвером, который вот этот 1911, который дожил в армии США, который я только что рассказал, до 1985 года. Они заинтересовались, но, как это у нас бюрократия, всё шло не спеша, и дело дошло лишь до поставок в разгар Первой мировой войны. То есть, несколько лет морозились, как говорится. И, согласно американским данным, до января 1917 года, вот за пару лет, компания Кольт отправила в Россию 47 тысяч пистолетов. На ней было написано кириллицей «англ.заказ». Вот, то есть, типа, английский «заказ». Ну, потом случилась революция, естественно, всё это закончилось. Во время Великой Отечественной войны пистолеты в США отдельно не заказывали вот эти пистолеты. Мы у них. Но у нас был лент-лиз, если кто помнит. И вот в комплект с танками и бронемашинами шли вот эти пистолеты как личное оружие экипажа. И, таким образом, 13 тысяч этих пистолетов поступило в СССР во время войны. Ещё одним массовым кольтом в России стал уже упомянутый вот Кольт Браунинг. Вот помнишь, я три называл это пистолеты. Потом М2 пулемёт и вот тоже. Меньше, чем через полгода Первой мировой войны в армии выяснили, что Максим это наши знаменитые пулемёты. Как-то их мало. Мало? Конечно. И, собственно, заказали вот эти американские Кольт Браунинг. Ну, Максим это тоже, насколько я помню, не то, чтобы сильно наши. Ну, имеется в виду наши, когда вот эта тачанка из фильмов наши. И название такое, как бы, Максим, да. Более-менее наше. В общем, их оказалось мало. Заказали у Кольта пулемёт Кольт Браунинг. Привезли 15 тысяч. Ими даже вооружали аэропланы. То есть не только они на Земле, как говорится, действовали. Пулемёт Кольт Браунинг применялся в годы Гражданской войны. И некоторое количество дошло даже до Великой Отечественной войны. Вот. В основном применяли Великое Отечественное вополчении. И, что для нас интересно, мы же всё-таки петербуржцы, мы тут вещаем, что при подготовке Синявинской операции по прорыву блокады Ленинграда американские пулемёты попали в части 2-й ударной армии. И недавно поисковиками были обнаружены останки вот этого пулемёта. То есть всё-таки вот изобретение... Вклад внесли. Да, вклад внес в прорыв блокады. Генсек СССР Брежнев любил американские вестерны. И в 1973 году, во время визита в США, ему устроили встречу с исполнителем главной роли в сериале «Стрелок Чаком Коннорсом». И тот подарил ему два пистолета «Кольт», естественно, самый знаменитый письмейкер, то есть миротворец. Позднее он ещё парочку получил уже от фирмы с гравировочкой, золотом и слоновой костью. И подарок вручил Брежневу уже сам президент Форд в ноябре 1974-го во время встречи в Владивостоке. С миротворцем, вот с самым знаменитым «Кольтом» в руках, снялись Клинт Иствуд, Кирк Дуглас, другие суперзвёзды. И благодаря этому он появился в продаже в 1956 году. Возобновили выпуск. Уже по фильмам. Люди захотели иметь такой же. То есть как бы в 40-м закрыли, как я говорю. Он стал популярным, типа мы тоже хочем такой. А мы знаем, в Америке с личным оружием там попроще. То есть продают. Вот возобновили выпуск в классическом исполнении. Кстати, приобрести вот этот знаменитый миротворец в классическом исполнении можно до сих пор. Да ну. Да. Ну, естественно, не нам. Вот. Видимо, только там. В голливудских фильмах можно увидеть у детективов. Это уже поздние, да? Там 70-е, 60-е, 80-е года. Вот в этих фильмах. И просто у крутых парней другие изобретения кольта. Это кольт-детектив, так называется. Анаконда, питон, кобра. Это, соответственно, тоже такие красивые массивные стволы, если так можно сказать. Ну, я думаю, что тоже накидаю, как говорится, фоточек. Сколько у тебя планов-то? Ну, да. Ой, да что ему? Он взбросит все своей помощнице. Взбросит. А она там уже будет это все оформлять красиво, сидеть, бедняжка. Ну, бедняжка. Ну, помощница, это такая ответственная должность. Он хоть платит ей за это? Платит. Добрым словом. Подождите, платить можно по-разному. Можно звонкой монеты, можно добрым словом. Хорошо. Ну, и я закончу, естественно, свой рассказ известной народной поговоркой о кольте. Господь создал людей разными, а полковник кольт. Уравнял их. Вот так говорили. Все у меня. Что-то прям поиграть захотелось в игрушку. Постреляться. Рубрика. Ваши удивительные комментарии. Ну, все правильно, наконец-то, да? Год. Кстати, сколько мы эту рубрику уже... Ну, года два, наверное. Да, ну вот. Вот, столько нужно. Это говорит о твоей обучаемости. Вообще, в институте-то дольше, да? Науку. Познавал? Да. Ну, там, слушай, предмета было много. Понятно. Всяких разных. Итак, Мамкин Геймер пишет. Слушаю подкаст уже около полутора лет, но вдохновился недавним выпуском, где Юля рассказывала про группу The Offspring. Ну, это уже не то, чтобы очень недавний выпуск. Ну, у нас, Саша, комментарии лежат в темном, невлажном месте и отлеживаются. Они набираются сочности. Вялятся? Да, можно и так сказать. Почти то же самое. Во-первых, они теряют влажность, если лежат. Хорошо. Решил послушать и зашло, да. В фаворитах оказались композиции. Ну, хорошо. Не будем их перечислять. Честно, не ожидал, что мне, как тру-фанату хардкор-панка, может что-то подобное понравиться. Но жизнь всегда подкидывает сюрпризы. Спасибо большое, Юля, за расширение музыкального кругозора. ПС. Очень жду историй про других мастодонтов панк-сцены. Например, Мисс Фитц, Рамоны, Рэймондс, Бэт Релиджин и другие. Будет сделано. Ну, да, вот тебе список вперед. Спасибо. Да, кстати, и пять звезд. Саша любит звезды, Саша, для тебя. Пять звезд. Значит, следующий комментарий. Тоже пять звезд. М. Корн. Очень люблю ваш подкаст и слушаю его уже больше года, а то и дольше. За последнее время полюбила слушать вас за рулем. Раньше я боялась водить, и для меня это было пыткой. А права пылились на полке. Но с вашим подкастом и уже родными голосами ощущаю себя гораздо спокойнее и комфортнее. И вождение пошло гораздо легче. Спасибо за интересные истории, позитив. Желаю выходить в эфир до самой старости. И последний комментарий. Натс Голдман. Отличнейшее настроение каждый четверг. Слушаю со второго выпуска и до сих пор не могу остановиться. Отлично. Юмор, никакой политоты. Охо-вздохов тоже нет. Только история позитив. На самом деле, Данил в последнее время взял за привычку и моду все время вздыхать так. Так что охи-вздохи у нас. Подожди, это вздохи. А, охи у Юли. Давай так. А у тебя никакой политоты. Да. У кого же отличный юмор. Ну ладно. Ведущая гремучая смесь здорового сексизма, незанудных подводок, подробностей и неординарных выборов сюжета. Испытал непередаваемую радость, когда Александр лично ответил в телеграм-канале подкаста. Саш, ты радуешь. Я с удовольствием. Ты радуешь. Да-да. Людей. Я такой. С одной стороны, ты только слушатель, а тут еще и вопросы напрямую задать можно, ответ получить. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал и в болталку. Прекрасный летний односторонний формат сменился отличнейшим девятимесячем трех историй. Ура! Еще и каждый выпуск больше часа. Прекрасно. Наконец-то можно насладиться юмором, смехом и интересными историями. Давайте больше гостей и больше длинных историй. У вас отлично получается. Всем, кто не подписался на Бусти, срочно бежать и оформлять подписку. Ну да, там уже, кстати, немало людей. Спасибо всем и каждому, кто там подписывается. Что-то 30 человек, по-моему, примерно. И половина, наверное, из них даже деньги приносит. Кстати. Ну там можно бесплатно подписаться. Там есть люди, к тебе подписаться бесплатно. Толковая идея вот эта бежать и оформлять подписку, я считаю. Сегодня слушал историю одного из подкастов, популярных весьма. Вот они рассказывали, что они там за пару месяцев набрали на Бусти под 2000 подписчиков планы. Ну, мы не так хороши. Ведущим требуются не просто булочки, йогурты и сгущенка, а полноценная пища для рождения более совершенного подкаста. Продолжает наш автор комментария. Александру солнечный привет от занудного мурманчанина. Данилу больших спортивных приветов. Юлия срочно отсыпать много качественного панк-рока. Вот, собственно, все. Спасибо большое за комментарии. И вам, и каждому, кто пишет. Комментарии важны, комментарии ценны и для мотивации каждого из ведущих. Ну и для того, чтобы подкаст становился все популярнее и популярнее, что тоже в итоге мотивирует нас продолжать им заниматься. Спасибо большое. Спасибо. Я буду рассказывать о кислородной катастрофе. Напоминаю вам об этом. Не так давно Данил в 165-м выпуске в истории о знающих жизнь животных рассказывал о... На какой минуте? Видах. В первой истории. В первом точно, да. Рассказал о видах, которые не сильно менялись за последние годы, мягко говоря. Ну, в общем, если пропустили, послушайте, там интересно. Я сегодня тоже буду рассказывать историю. И вот в ней будет фигурировать сине-зеленая водоросль, которая называется асцелярия. Это такая ниточная цианобактерия. И вот ее ископаемые родственники, практически неотличимые от современных бактерий, жили примерно 800 миллионов лет назад. Короче, ты у меня идеи тыришь, я понял. Нет, нет. Просто будет фигурировать она там. И самое интересное, что они не просто жили вот эти самые предки, а меняли мир вокруг себя. Представляете? К лучшему, надеюсь. А вот об этом буду рассказывать. И, ну, в общем, если верить ученым, то мы с вами, да и, в общем, практически все живое вокруг нас, этим самым ребятам обязаны жизнью. И, ну, если уж совсем быть честным, то не совсем вот прям вот эти асцелярии, а их предки еще чуть-чуть пораньше. Да, будь честен, пожалуйста. Буду рассказывать об изменении мира и о древней жизни. Ну, звучит слишком пафосно. Заинтриговал? Заинтриговал? Ну, немножко хотя бы. Да. Сейчас вот эти синие-зеленые водоросли широко распространены в природе. Встречаются они в разнообразных пресных и соленых водоемах. Живут в иле, в почве, на коре деревьев. Растут на поверхности камней и скал. Некоторые виды обитают в горячих источниках. Есть виды, которые обитают на льдах. В общем, распространены везде. Да. И вы, наверное, заметили, что я пару раз сказал бактерии, а пару раз сказал сине-зеленые водоросли. Да, мы привыкли, что ты путаешь сюда. Да нет, в конкретном случае не путаюсь. Это, кстати, из учебника пятого класса по биологии про бактерии и о том, где они могут размножаться, распространяться. Как раз-таки все, что ты сейчас назвал, горячие источники, это все. Короче, ты решила подтянуть свои знания. Начала с того момента, когда закончила. Ты учишься, что ли? Да, в пятом классе. Так вот, ученые изначально, когда последили за этими сине-зелеными водорослями, подумали, нет, ну это водоросли, судя по тому, как они живут, какие физиологические процессы у них проистекают, ну и как они выглядят. Ну и назвали сине-зеленые водоросли. Все понятно. А потом подумали-подумали и решили, что на самом деле это бактерии, потому что они имеют вполне стандартную прокариотическую организацию клеток. Прокариотическую, это значит, которая не имеет ядра. Ну а если нет ядра, значит это что? Это, скорее всего, бактерии. И назвали их цианобактериями. От греческого синие бактерии. Ага. Зеленые куда-то потеряли. Асцелярии, вот эти самые, жили примерно 800 миллионов лет назад, ну точнее их предки, которые практически неотличимы от них. Ну и важно, что вот эта цифра впечатляющая, да, 800 миллионов лет. Это в принципе не рекорд. Оказывается, что жизнь была и раньше. А давай так говорить, 800 миллионов и 2000 лет назад. Да, точно. Ну и еще раньше была жизнь. И я сразу заинтересовался, а когда же действительно появилась жизнь на Земле? Вопрос непростой, на самом деле, не только для меня, но и для ученых. Больше философский, мне кажется. Да нет, это для тебя философский. Философский, блин. Нет, философский вопрос. А есть ли сейчас жизнь на Земле? Мне кажется, что нету прям точной-точной даты, все равно. Ну нет, конечно нету, там 16 января в 15-30, как бы нет. Да нет, ну я не настолько точно, да. Ну смотри, смотри, мы точно знаем, что жизнь на Земле появилась не раньше, чем появилась Земля. Да, точно. Жизнь на Земле. Я не говорю, что жизнь во Вселенной. Ну, когда появилась Земля, эту цифру можно вспомнить, можно и проверить. А лучше напомни. Ну, примерно 4,5 миллиарда лет назад. Вот, примерно, я же и говорю, нету точной цифры. Да, примерно. Не в среду, да. Нет, ну там ученые дают небольшое расхождение, но, чтобы запомнить было легко, 4,5 миллиарда лет назад. Ну, можете 5 запомнить. Кому совсем сложно, можно запомнить 10. Нет, ну 10 это не близко, но 4,5 и 5, знаешь, когда ты рассуждаешь о таких вещах, в принципе. Подожди, ты изначально сказал 4,300, да? 4,5, короче, говорю. Тогда надо запоминать 4, это же ближе. Ты говорил 4,300? Нет. Ты сказал 4,5, я сказал. Округлять умею, это у меня учили. Хорошо. В школе тоже. А, я понял, потому что 4,5 и 2 тысячи лет, и поэтому округляюсь. Смотри, существует версия, что самая древняя жизнь появилась, очень давно, называются цифры, которые впечатляют. Например, 3,8 миллиарда лет назад. Ну, то есть почти сразу. Ну, опять же, округляя. Да. Ученые обнаружили следы этой самой жизни в породах горных. Зеленокаменная формация Исуа. Находится это в Гренландии. По сути, это просто камни. Такие зеленоватые. Так. И они изучали эти самые камни и нашли там следы жизни. Этой жизни 3,8 миллиарда лет назад. Ну, что значит следы жизни? Вполне понятно, что окаменелостей там нет никаких. Да и, в принципе, там никаких косточек. Ничего такого. Просто в пуклости на камнях какие-то. В пуклости? В пуклости. Как ямочки. Смотри, все еще сложнее. Там нету даже каких-то следов от живых структур. Никаких клеток, ничего такого. Чтобы ты посмотрел и сказал, вот, это листочек, это ножка, это отпечаток лапки. Ничего такого, конечно. Нету никаких доказательств того, что это жизнь. Но! С чего вдруг ученые решили, что это жизнь? Они ведь не зря едят свой хлеб. Там гранты получают. Это немножко будет сложно, но я расскажу. Попробую упростить. Так, как я это понял. Итак, в природе есть несколько типов углерода. Несколько изотопов углерода. Практически все живые организмы, так или иначе, которые живут на нашей планете, либо впрямую, либо опосредованно питаются продуктами фиксации углекислого газа. Углекислый газ, СО2, в свою очередь, может включать в себя как тяжелые изотопы углерода, так и легкие изотопы углерода. Не вдавайтесь здесь в подробности. Не важно. Важно, что жизнь, живые организмы предпочитают более легкий углекислый газ. Соответственно, если мы находим где-то углерод, мы можем посмотреть, какое он. Соотношение изотопов тяжелого и легкого углерода в этой местности. И мы знаем в среднем по планете, какое соотношение имеется. И если где-то в конкретном месте идет перекос в сторону легкого углерода, значит, можно предположить, что там была куча животной массы, которая перерабатывала углекислый газ, накапливал в себе легкий углерод, тут они померли, тут они лежали, и поэтому конкретно в этом месте, видимо, была какая-то жизнь. Потому что тут углерод легкий. Именно так они и сделали свое предположение. Но понятно, что не все ученые с этим согласны. Некоторые считают, что такой перекос мог организоваться по другим причинам, это никак не связано с животной жизнью. Поэтому вот эта цифра 3,8, а некоторые еще ученые там считают, что аж и 4,1 миллиарда лет. Ну то есть, да, там 4,5 миллиарда лет назад образовалась планета, а 4,1 миллиарда лет жизни. Ну то есть, там вообще буквально вот-вот и жизнь сразу появилась. Поэтому есть другая версия. Она была выдвинута в 2011 году и в научном лицензируемом, как я люблю, журнале Nature Geoscience, наука о природе и земле. Там опубликовали статью, я прочту ее название, она называется так. Микрофассилий клеток, метаболирующий серу в породах Западной Австралии возрастом 3,4 миллиарда лет. И вот, в общем-то, к этой цифре 3,4 миллиарда лет вроде бы вопросов пока у ученых нет. Ну, считаем, что жизнь на планете появилась, Юля, 3,5 миллиарда лет назад. Ну, немножко округляем. Тут, Даня, можно округлить? До четырех разрешать. Чтобы все были довольны. И те ученые, и эти. И мы. Понятно, что когда бы не появилась жизнь на Земле, на самом деле ее форму, ее приспособление и все остальное диктует окружающая среда. И жизнь зависит от окружающей среды. Это очевидно вполне. И мы можем смело говорить, что жизнь подстраивалась под то, что было тогда на планете. Не зря сейчас ученые, когда ищут в космосе жизнь где-нибудь, да, на других планетах, они же не саму жизнь еще там не смотрят, ходят ли там динозавры или там люди бегают какие-то. Ну и подожди, это мы оптику не подтянули. Скоро подтянем и можем в глаз динозавру посмотреть. В окна подглядывать. Мы ищем некие маркеры, да, мы ищем некоторые вещи, которые нам могут намекать на то, что там в теории может быть жизнь. Ну, во-первых, мы ищем воду. Да. Мы ищем температурный режим подходящий. Вот. А еще одним очень ярким маркером наличия жизни на планете является наличие в атмосфере кислорода. Ну, смотри, у нас на планете прямо сейчас в обычном сухом воздухе какой состав? Примерно 78% азота, 1% аргона, 0,04% углекислого газа и порядка 21% кислорода. При этом почти весь свободный кислород, то есть который не входит в состав минералов, всякого всего прочего, вот свободный в воздухе, он на Земле биогенного происхождения. То есть его создали живые организмы. Соответственно, если мы видим в атмосфере где-то на какой-то планете кучу кислорода, значит, там есть жизнь, которая вырабатывает этот кислород. Потому что никаких других способов в таких объемах вырабатывать кислород наши ученые не знают. У нас на планете их нету, не существует. Поэтому если мы видим где-то кислород, значит, там на планете идет фотосинтез, и таким образом появляется кислород. Что такое вообще фотосинтез? В школе же мы учили, вот, кажется, примерно... Переработка. На биологии. На самом деле фотосинтез, это понятно, что это главный источник кислорода, но кислород в данном случае, это просто побочный процесс, случайный. В реальности это выработка глюкозы из углекислого газа. Углекислый газ, вода. Подожди, сколько еще раз процентов углекислого газа ты искал? Четыре. Сотых? Да. Что-то очень мало, да? Ну вот так. Думал, побольше чуть-чуть. У нас куча растений, которые жруют углекислый газ вместе с водой. Подлицы скоро без углекислого газа ставят. Закончится. Вот ведь. Надо дышать активнее, ребята. Вот сейчас все вдохнули разом, глубже и выдыхаем. Короче говоря, растения добывают глюкозу, питаются таким образом, ну и выкидывают кислород. А мы этот самый кислород поглощаем дальше. Вообще существует несколько видов фотосинтеза. Об этом я, кстати, уже сколько-то не слышал ничего. При этом существуют бескислородные виды фотосинтеза. То есть при которых кислород не выделяется. И на самом деле ученые полагают, что вот как минимум 1 миллиард лет, вот этот первый миллиард лет, когда жизнь появилась, как раз именно таким и был фотосинтез. Бескислородным. И шел и шел себе. А кислорода в это время в атмосфере было очень-очень мало. Ну то есть какое-то количество его было, но в действительности практически не было. И так продолжалось очень долго. Там есть несколько способов, как определить, какое количество кислорода было в тот момент. Они считают, что порядка одной тысячной процента. Ну то есть практически вообще не было. Мы бы с вами там загрустили в такой атмосфере. Но недолго грустили бы, я должен сказать. Все дело в том, что вообще-то кислород это крутой окислитель. Прям крутой. Он так и называется окислитель. Потому что кислород. Да, да. Он окисляет глюкозу. Вот мы дышим. И энергетически в этом плане это суперэффективно. Намного эффективнее, чем бескислородный способ. Ну вот бескислородное, это, например, борожение. Оно дает в несколько раз меньше свободной энергии на одну молекулу глюкозы, чем то, при котором используется кислород. Сейчас, подожди секунду. Юля, борожение. А я сижу и думаю, так, так, так. Надо сделать историю про борожение, про пивко. Что-то я упустила этот момент. Но при всем при этом, вот он же окислитель, это на самом деле кислород, это еще очень сильный яд. Прямо очень крутой яд. Он легко проходит сквозь клеточные мембраны. Он разрушает клетки. И вообще-то использование кислорода в жизни, это такая штука опасная. И далеко не сразу существа живые научились работать с кислородом. Кто-то научился, а вот именно эти самые цианобактерии. И они кислородным способом проводили фотосинтез. И у них все было неплохо. Но они были не очень популярны. Кислорода выделяли мало. В целом кислорода было мало. Ну и они ничем не выделялись на общем фоне. Но у кислородного способа переработки глюкозы есть очень большой аргумент за. Самый главный аргумент в том, что восстановителем в этом процессе является вода. А воды на планете у нас всегда было много. Соответственно, в определенный момент так случилось, что те ребята, которые питались бескислородным способом, они столкнулись с нехваткой сырья для бескислородного фотосинтеза. И начали вымирать. А у цианобактерий в этот момент все было хорошо. Они себе прекрасно поглощали воду, углекислый газ и вырабатывали энергию. Соответственно, могли развиваться. Вообще, вот ученые, которые опять же занимаются этими вопросами, они даже период примерно в 1 миллиард лет, ну так, в шутку, в прикол называют цианозоем. Потому что именно в это время цианобактерии были супер популярны. У них было очень доминирование серьезное над всеми остальными. И примерно 2,4 миллиарда лет назад они начали кислородную революцию. И звучит. Да, иначе это событие называется «Великое кислительное событие». Великая октябрьская кислородная революция. Не путать сексуально. Либо, как я и сказал вначале, кислородной катастрофой. Потому что за короткое... Ну, они пришли к власти и переписали историю. Сначала была катастрофа, а стала революция. За короткое по геологическим меркам время, за считанные десятки миллионов лет, эти бактерии, а мы понимаем, что бактерии, это ребята маленькие такие, они вывели концентрацию кислорода в атмосфере на уровень в тысячу раз больше, чем до. И с этого момента уровень кислорода только рос. Больше никогда не падал до этих незначительных значений. То есть начала меняться атмосфера. Благодаря их жизни они начали менять атмосферу. И кислорода стало очень много в атмосфере. Все больше и больше восстановилось. И все ребята, которые не умели работать с кислородом, начали массово вымирать. Потому что я сказал, что это яд. Примерно 100, может быть даже 200 миллионов лет выживали только те существа, которые приспособились к жизни в кислородной атмосфере. Все остальные вымерли. Но вот эти первые 100-200 миллионов лет, в реальности кислород для всех был просто ядом. Но кто-то к нему приспособился, кто-то мог терпеть его, а кто-то помер. Вот те, кто не приспособились, все померли. А потом бактерии, которые сейчас мы называем протеобактериями, они научились включать кислород в цепочку обработки глюкозы. Если говорить очень, ну так просто, они научились дышать. А что ты в нас не веришь? Давай посложнее. Не надо. Пусть просто гладят. И они стали не просто терпеть яд, они стали использовать этот самый яд, кислород. Они стали использовать его в своей жизни, и они стали получать энергию с помощью кислорода. При этом тут еще интересно, что это же было давно, 2,4 миллиарда лет назад. 2,5, округляем опять. Солнце светило примерно на 70-80% слабее, чем сейчас. Потому что солнце все время разогревается сейчас. Мы знаем, что когда-то оно разогреться до такой степени, что и увеличится, что поглотит Землю. Это тоже случится. Надо будет сваливать. Но это будет еще не скоро. Мы будильник поставим. В данном случае, в моей истории важно, что солнце светило меньше, на 20 или 30 аж процентов. При этом на планете в целом было тепло. Почему? Потому что в атмосфере было много метана и углекислого газа. Что там, парниковый эффект какой-нибудь? Парниковый эффект. Метан и углекислый газ – это парниковый эффект. Парниковые газы. При этом метан примерно в 20-30 раз сильнее углекислого газа. Ну, мы же поэтому и говорим. Сильнее в чем? Как парниковый газ. Мы же говорим, что корова на самом деле виновата, потому что выделяется метан. Пукают. Коровы пукают. Это правда, что ли? Я думаю, это шутка. Или это шутка? Так вот, в атмосфере... Не пукают это ничего. Можешь на ферму сходить. Куча метана. И началось оледенение. Он накопился. Опять запустился процесс парниковый. Пусть и слабее. Плюс за это время солнышко немножко разогрелось. И, в общем, условия изменились. И стали снова приятными для нас. Но суть-то в чем? Потому что вот эти самые цианобактерии изменили атмосферу и сделали ее такой, в какой мы сейчас живем. То есть они изменили мир под себя, но, по сути, под нас. И мы должны им за это сказать спасибо. А есть какие-то картиночки? Чтобы мы их могли поблагодарить и посмотреть на них? Нет? Ну, если есть желание, кину. Есть картиночки цианобактерии. Ну, что? Это такие просто трубочки. Хочу на трубочки посмотреть. Почему нет? И кину вам эти самые камни. Давай. А про землю, снежок, я расскажу дальше. Там тоже классная серия. Слушай, мне космоса моего хватает перед сном. Чего я? Хватит уже. Это мы же не смотрим космос. Это не космос. Это про землю матушку. Про это тоже смотрю. Рубрика. Прекрасная о прекрасном. Саша сегодня подготовился. Подготовился. Все так, действительно. Саша, ты должен тогда рассказать о чем эта рубрика. Я должен тебе сказать, что все уже все запомнили, Данил. Хорошо. Итак, сегодня у нас на связи Стивен Ликок. Это канадский писатель, философ. Не знаю такого. Вот. Знакомишься. Литература веды сравнивает его с Марком Твеном и Джером Кей Джеромом. То есть уважаемый человек среди своих. Итак, вот что он говорит. Цитата. Многие мужчины, влюбившись в ямочку на щеке, по ошибке женятся на всей девушке. Ну, кстати, я слышал высказывание, не знал, что оно принадлежит этому. Ну вот. Наберемся мудрости. Литературному гению. Товарищи мужчины, обратите внимание на эту глубокую мысль. А ты что, предлагаешь сделать? Расчленить женщину? Нет, я что-то... Изъять ямочку? Ты переслушал Юлиных историй. Во-первых, на расчлененной женщине ямочка уже не так будет отдельно выглядеть, понимаешь? Да. Поэтому, конечно, ничего не надо. Ямочка должна остаться на месте. Она этим хороша. Ну, я предлагаю либо влюбиться во всю девушку, а не ямочку. И жениться после этого? Нет, нет. Ни в коем случае. Подожди. Я до этого не дошел. Ага. Либо влюбиться. Либо влюбиться. И? Что дальше? Либо не влюбляться. Дарил, расскажи. Вот ты влюбился в девушку прекрасную, красивую. Так. Саш, ты не путаешь подкасты. Это сейчас себе... Очень интересно просто. Ты... А что дальше? Значит, подождать надо. Должно пройти. Время? Нет, вообще пройти. Это состояние должно. А, состояние? Надо потерпеть. Ребята, мужчина. Вы же мужчина. Вы должны показать... Как это? Выдержку, да? Образец выдержки и терпение. Ну, что вы несетесь сразу? Что ты несешь? В год любви, там, семьи и верности? Нет, никакого. Обратите внимание. У нас год семьи, но никакой не любви и верности. Это все отдельно. У нас отдельный год семьи и отдельный летом праздник, по-моему, любви и верности. Ага, так вот, короче говоря, перетерпеть, а после? Так, а там уже смотреть. По ситуации? Да, нет, но жениться я точно не рекомендую. Никогда и никому? А потому что это не связано с любовью. А с чем это связано? Это связано с юридическими последствиями. Любить можно без ЗАГСа. Представляешь? И всю жизнь можно и жить вместе, и любить друг друга, и даже не нужна корочка. А дети? И детей можно заводить, и даже корочка не нужна. Точно? Да. Ну, все понятно теперь. Пользуйтесь. А Юля промолчала всю дорогу почему-то. Ну, ума набирается, когда мужчины говорят, вот Юля молодец. Женщина молчит, когда умные мужчины с собой ведут дискуссию. Я бы сказал, что один мужчина вещает, а второй... А второй тоже молодец, слушай. У меня просто нет ямочек на щеках. А что у тебя там? Щеки. У тебя не в пуклости, а в пуклости. В пуклости, да. То есть, ну, давай, Саша, вот про геометрию, да, немножко знает. Сдавал ее в УЗИ, тут хвастался перед записью. Значит, что это? Это есть вогнутые, да, и выпуклые, да, какие-то? Примерно так я и сдавал, да. Предметы, ну, вот. Пока ты рассказывал историю, Саш, я задумалась над тем, какие мы разносторонние личности и какие интересные выбираем истории для нашего подкаста. То есть, за час люди услышат про револьвер, про то, как мы тут с вами живем в этом кислороде. Не поняла, правда, ну ладно. Переслушайте. Я сейчас про Мулин Руж буду рассказывать. Представляешь, это все за целый час. Так в этом же прелесть нашего подкаста. Я просто еще раз убедилась в этом, что это действительно прелесть. Прелесть-то не только для слушателей, но и для нас самих. Мы сами что-то новое знаем. Ну, Даня-то все знает про Землю-Снежок. Ему неинтересно в основном. Про бактерии не слышал. Мне очень интересно. Я прям развиваюсь. Надо было интеграцию, конечно. С Цианом? Конечно. Не подумал. Ну, в следующий раз. Николь Кидман будет в твоем рассказе. Ну. А Юэн Макгрегор? Я просто вскользь упомяну, что можно глянуть на нее в одном из фильмов. А ты сама смотрела этот фильм? Нет. Ага. Поэтому не советую, как обычно. Но он есть. Я посмотрю обязательно. Даня, а ты советуешь? Ну, я смотрел в один раз. Очень-очень давно, видим, когда он вышел. Ну, вроде ничего. Я не люблю вот эти всякие вздыхания и все такое. Но снято классно было на тот момент. Ну, на тот момент было весело и динамично. То есть я бы рекомендовал. А девчонкам так 100%. Люди сейчас, которые забыли, как называется моя история, вообще не понимают, о чем я сейчас разговариваю. Да, Мулен Руш. Кстати, предыстория моей истории вообще максимально коротка. В одно предложение. Даня мне кидает новость про Мулен Руш. Да. И говорит, не благодари. Да. Все. Именно так я занесла в список моих историй Мулен Руш. И решила... Мне так кажется, что Даня вообще тебя подкидывает. Налево-направо. История-то. Такой, ну, это мне, конечно, не подойдет, а ей нормально. Да. Ну, слушай, ты знаешь, порой бывает не так просто придумать историю. Мне кажется, не порой бывает. Мне кажется, он так вообще тебя подсадил на этот крючок. Ну, нет. Да, ну, нет. Ну, может, истории 5 он мне скинул. Если бы он еще писал за меня историю, ну, конечно, вообще было бы замечательно. А так-то что у меня? Слушай, было время, когда я за Данью писал истории. Серьезно? Для радио. Ну, не для нашего подкаста, для радио. Даня приходил, брал листок, приходил за час. Открывал листочек, читал, изучал. И потом просто вещал, как будто просто готовился, как боженька. Ничего не помню, еще раз. Держи 5. Помнишь? Ну, да. Ой, да почему я не удивлена? Тут мы приезжаем к нему домой, пишем истории, пока он сидит, кофе пьет. Саша тут раскладывает все. Я тут бегаю туда-сюда. Во-первых, он сегодня кофе готовил. Кстати, да. Вот как легко соврать в эфире. Дай тебе ничего не будет за это. Саша, мог бы поддержать меня? Мог бы, если бы ты правду говорила. А так осуждаю. Какие мы честные. Я начну свою историю или нет? Я уже попить успела, вас посушить успела. Давай, танцуй. Люди жаждали праздника, ребят. После поражения Наполеона во франко-прусской войне прошло 20 лет. Люди кое-как стали уже, скажем так, акклиматизироваться. Стали появляться деньги. Хотели зрелищ, веселье. Особенно это ощущалось в Париже, где началась новая эпоха, получившая название «прекрасная». По-французски это «la belle époque». О, почти как у нас «прекрасная-прекрасная». Так. Почти, да. Рассвет культуры, научное открытие. В общем-то, страна начала процветать. А вместе с ней и люди, естественно. Именно тогда двум предпринимателям пришла в голову идея открыть увеселительное заведение, которое они назвали «муленруш». ИП. ИП «муленруш». Но вообще-то «муленруш» переводится, я скажу как, поэтому... Короче, «ИП» — «красная мельница», скажем так. «Муленруш» переводится как «красная мельница». 6 октября 1889 год. Жозеф Оллер и Шарль Зидлер. Какие имена красивые. Жозеф, Шарль, Париж. Мне кажется, я вписалась бы в эту атмосферу. У меня шляпка бы какой-нибудь такой. Но ты сейчас другой. Я сейчас в другой, да, атмосфере. Я вкупчина, в свиншоте вещаюсь, сижу. Ребята, в общем-то, мужчины. Жозеф и Шарль, напоминаю. Вдохновились, в общем-то, культурными свершениями всеми этими. И открыли легендарное кабаре «муленруш», как я уже сказала, в переводе с французского «красная мельница». Открыли они на площади Бланш. Это место было вообще непопулярно в той части Монмарта. Монмарт – это холм на севере Парижа. То есть туда вообще никто не ходил. Это был условный отшиб. Но они специально выбрали это место, потому что они хотели условно сельскую местность сделать популярную для всякой элиты. Я почему-то вспомнила историю сразу же про Петра, про «красный кабачок». Тот же самый, когда какое-то условно-веселительное заведение делали где-то на отшибах. «Красный кабачок», «красная мельница» пока сходится, да. Ну, кстати, да. Аренда-то, наверное, дешевле была. Вот они там и замутились. Ну, ладно, что ты такой неромантичный? Ну, правда. Извините. Аренда, не аренда. Они просто хотели... Согласен. Просто хотели. Они гениальны. Они гениальны, да. Они хотели быть не такие, как все. Вот так. Вот так вот, да. Естественно, Кабаре мгновенно обрело популярность. И его двери были открыты не только для условной элиты и для тех, у кого есть деньги. Туда могли прийти абсолютно все. То есть это обеспеченные мужчины приходили туда, чтобы познакомиться с очаровательной француженкой, которые ждали там этих обеспеченных мужчин. Даня, ты молчишь? Удивительно. У Юли в этом месте было Даня вступает. У меня троеточие, в скобочке написано Даня. У меня сценарий меня знакомили. Ладно. Писатели-поэты, бедняки туда приходили. Хотя это одно и то же по факту. Писатели-поэты, бедняки, обеспеченные мужчины. В общем, туда приходили любые люди. Все, кто хочет. Интерьер был очень обычный. Его создал французский художник Адольф Уиллетт. Там были огромные зеркала, на стенах висели. И они отражали люстры, свет. И то есть это был такой свет бесконечный от всего. То есть это было очень-очень ярко. И за счет огромного количества зеркал пространство увеличивалось. То есть ты вообще находился в бесконечном каком-то условно заведении. Во внутренней дворике стояла статуя слона. Ее привезли со всемирной выставки в Париже 1889 года. А само здание было построено в виде огромной мельницы. Ну, поэтому и назвали красной мельницей. Лопасти у нее вращались. Все как положено. И выкрашена была в красный цвет. А это не связано, когда вот эти женщины платьишком так туда ведут рукой, и тоже как будто вращаются. А платье красное. Нет? Просто образ такой. Я расскажу про этот танец, но он появился много позже. Ага, понял. Много позже. То есть они, видимо, просто любили мельницы. Мельницу любили. Конечно, самое главное в Мулен Руш это не то, как он выглядел. Это не лопасти крутящийся и не слон во дворе. Это музыкальные, театральные, танцевальные представления, которые там проходили. Мулен Руш демонстрировал таланты самых известных французских танцоров и подарил славу танцу, ставшему визитной карточкой. Впоследствии, про которую ты говоришь, французский кан-кан. Это как раз-таки где ножками очень в красивых гольфиках, колготочках. Я видел в фильме «Человек с бульвара Капуцинов» там так танцевали. Слушай, ну танец кан-кан можно где угодно увидеть. Я только там. Наш отечественный кан-кан. С Караченцевым. Так, так. Я ждала твои реплики совершенно на другом месте. Конечно. Что ты мне со своим Караченцевым? Просто не в попад вообще. Вообще. Караченцев. У меня не написано здесь Даня в скобочках. Руки прочь. От Караченцева. Руки прочь от кан-кана. К слову, сначала на сцене... А за что я люблю ковбоя? Пела женщина. За то, что у него там что-то есть. Не помню всех слов. Так, так. Очень хорошо. Мне начинают нравиться твои реплики. Продолжение. На сцене кабаре выступали и мужчины раньше. Просто, ну я не знаю, насколько у вас, но у меня все-таки кабаре ассоциируется с вступлениями женщин. Но изначально там и мужчины выступали. И причем это были достаточно известные. Ну, для них известные. Потому что у меня есть там два имени. Нет, не Тескоридзе. У меня есть там условно два имени, которые для французов очень известны. Но для нас, наверное, вряд ли. Ну, то есть условно Валентин Ле Дезосе. Ну, конечно. Валентин, конечно. Даня, портрет его висит над кроватью. Ну, ладно. И женщины, конечно же, выступали. А не Валентин. Это Львовский. Но позже Канкан стал исключительно женским танцем. А, то сначала мужчину так ножки поднимали. Ну, не в платьях, конечно. Да, но мужчины тоже выступали вместе с женщинами. Почему бы и нет? Но, видимо, обеспеченным мужчинам это не очень нравилось. И оставили только дамочек. Да. Владельцам заведения удалось переманить в кабаре самых известных парижских исполнителей. С Канканой, которые на постоянке... Задирали ноги высоко и не уставали. Поднимали ножки красиво. Они задирали ноги высоко. Ну, не те слова подобные. Кошмар. Суть-то та же. Да. Но в то время, то есть изначально, про которое мы еще говорим, Канкан считали провокационным, вульгарным и непристойным танцем. Ну, а какие тут варианты могут быть? Как-то. Ну, это же искусство. Это же красиво. Но, несмотря на это, все туда ходили. Конечно. То есть там был битком, естественно, людей. Все хотели посмотреть на танцующих женщин. Да. И красавцев. Да, да, да. На Монмарте стали регулярно появляться представители аристократии и богемы. То есть туда стали приходить не просто богатые люди, а уже и знаменитости узнали. Оскар Уайлд любил туда захаживать и общаться с дамочками. Кстати, раз уж у нас сегодня день дополнительного материала в Телеграме, я думаю, что у нас будет огромный пост с кучей фотографий. Конечно же, я тоже скину фотографии и с танцев, и с Оскаром Уайлдом есть фотография. Обязательно все скину в наш Телеграм-канал. Будем ждать. Также сам принц Уэльский посещал по рабочим вопросам. Конечно. Ну, так везде было написано. Исключительно. Они общались с мужчинами и делали деньги. Многие события, конечно же, стали легендарными. Так, в 1893 году одна из танцовщиц произвела фурор. Она полностью разделась на сцене во время своего выступления. Не запланированно. То есть она вышла танцевать. Просто забыла остановиться. И такая, а почему бы и нет? Увлеклась. И полностью разделась. Девушка по имени Мона. Девушка. Хорошо. Данил, что ты все про физиологию? Ну, про физиологию. Я думаю, что она была девушкой. Хорошо. Запишем. По физиологии по своей точно. Мона. Мона Моно. Мона. И именно она положила начало направлению эротического танца. Стриптиз. Да, просто разделась. Она, да. Нет, она разделась и танцевала. Она танцевала, в общем-то, голая на сцене. Пританцовая ножкой раздевается, свистит немножко. Раздевается. Как можно под кан-кан эпично раздеваться. Мы по-разному представляем. Дай нас стриптиз представляет иначе. Просто приходит, раздевается после работы. Пешит. Ну, насвистывает какую-то мелонию приятную. И кидает свои шмотки в зрителей. Да. Стала, да. Ну, ладно. В общем-то, да, она основоположница стриптиза. Но она была штрафована на 100 франков. Полиция за непристойное поведение. Ну, полицейские случайно увидели, да. Да, они увидели, да. Такие глаза себе закрыли. Нет, ну. Кто-то их вызвал. Вызвала. Наверняка. Что же было в 1893? Они сказали, что женщины раздеваются. Вызываем полицию. Срочно. Да. Ну, ее штрафовали. Но, в общем-то, это прижилось. В Кабаре. Очень странно. И регулярно там стал появляться стриптиз. Да. Девушки. Девушки. Хорошо, хорошо. Да. Больше не были за этого штрафованы. Видимо, они как-то это легализовали или двери закрывали. Не знаю. Прошло много лет. 27 февраля 1915 год уже. Был 93. Соответственно, сколько прошло лет? 22. Да. В здании вспыхнул пожар. И он полностью уничтожил Мулен Руш. То есть сгорела мельница. На реконструцию Кабаре ушло 6 лет. И после этого он открылся. В 21 году, после окончания Первой мировой, получается. Мулен Руш условно начал с того же момента, как и 30 лет назад. Опять полуразрушенный город. Опять вот эти вот воспоминания, война, деньги и все остальное. Но ничего, никому это не мешало. Все, как всегда, хотели развлечений. Конечно, хлеба из Руш. И, естественно, туда опять все стали ходить. Ну, 6 лет прошло. Ничего страшного. Красная мельница сменила множество владельцев. Каждый из них вносил какие-то свои свежие идеи, планы развития. Ну, в общем-то, как обычно. Мулен Руш превращался в площадку для выступлений артистов известных. То есть это уже было не просто увеселительно-развлекательное танцевальное место. То есть там уже были какие-то, условно, моноспектакли. Какие-то на то время стендаперы. Я уж не знаю, что было в то время. Стриптиз — это тоже моноспектакль. В каком-то роде. Без слов. Да. Да. Хорошо, да. И, в общем-то, Мулен Руш проживал трансформацией своей. Слушайте, у меня идея, извините. Давай, давай. Я просто представляю себе. Давай, давай. Хочу докрутить. Вот моноспектакль, стриптиз. А представляешь, женщина не танцует и не без слов, а наоборот приходит как будто с работы, раздевается. И вслух рассуждает о жизни, о работе, о друзьях, о детях. И мы начинаем... Как будто сама с собой говорит. И мы погружаем... Подожди, я даю. Не у всех фантазии такие, как у тебя. И мы понимаем ее боль, ее проблема. И она раздевается. И мы, как бы, вроде она и раздевается. Зрители ждут. И мы проблемы видим в ней человека. Гениально, я считаю. Гениально. Пользуйтесь. А что, пользуйтесь? Ну, открывай, сам делай. Я тебе могу помочь с поисками актеров, конечно. Да? Да. Заметано? Да. Договорились. Ребята, не прокатят. Извините. Идея туфта. Ну, мы тебя не позовем. Конечно. А если захочешь, будешь платить двойную стоимость от входа. Договорились. Так, на чем я остановилась? Остановилась на том, что постоянно менялись владельцы. Но Мулин Руш вернулся к своим истокам. И в 1955 году Кабаре выкупили братья Джосеф и Луи Клерико, вернувшие заведение первозданный вид. То есть то, чем они изначально и занимались в этом заведении. То есть это танцы, кам-кан и все прочее. И они, знаете, что сделали? Я об этом не говорила. Мулин Руш работал ночью. А они решили сделать так, чтобы оно работало и днем. И это привлекло большое количество туристов. И этот Кабаре стал еще более модным. То есть он работал круглосуточно. Не то, чтобы экскурсия. Там были выступления даже днем. Да, я понимаю. Но все равно люди шли побывать в знаменитом Мулин Руш. Ну, конечно. Я вот, честно говоря, пока писала историю, сама внесла в список своих мечетов. Есть список мечетов. Я думаю, как бы я хотела туда попасть. Ну, когда-нибудь, почему бы и нет, все-таки мы сможем вырваться. Как кто? Как зритель? Нет, как женщина, которая будет раздеваться на сцене и говорить о своих проблемах. Нет, это другое место. Ты не Мулин Руш. Я нашла актрису для твоего шоу. Кабачок у Данила. Кабачок. Кабачок. Ребята. Да. Я заканчиваю. Все, прекращайте представлять. Одна уже представила, вторая просто развалилась. У меня мысли, все, уже вот так вот. У меня буквы все смешались. Захаживали туда все. И, хотелось сказать, еще одного человека, который посетил Мулин Руш. Это была английская королева из Львета II. Но ради нее Мулин Руш закрыли. Нет, она просто перепутала. Не в ту дверь вошла. Ой, это очень хорошая шутка. Молодец. А с каких пор ты шутки оцениваешь вообще так? Я всегда. Вообще-то всегда оцениваю шутки. Я всегда говорю, хорошая шутка или типа, ну ты плох. Короче, если тогда не сказала, что хорошая шутка, значит плохая. Нет, правда хорошая шутка. В общем-то, Елизавета II посетила Мулин Руш и ради нее его закрыли. Ну вот, как бы вот так вот. Было снято множество фильмов про Красную Мельницу. И один из этих фильмов, который мы обсуждали в начале моей истории, который называется, так и называется, Мулин Руш со склицательным знаком, где снялась Николь Кидман. Главной роли. Я, честно, ну, я не очень люблю Николь Кидман. Она отличная актриса, великолепная. Но как-то вот у меня нету к ней какой-то прям особой любви. Но я обязательно посмотрю этот фильм. Обязательно. Просто интересно. Посмотри. После истории. С ней Догвили, если не смотрела. Это где? У нее что-то там с детьми было? Она там что-то с ума? Она в четырех стенах сошла, нет? Посмотри. Ладно. Да, где не хватило денег на... На стены. На мебель, да, на все это. В заключении, моя история, все, я заканчиваю. Кабаре пережило пожар, две войны, кучу смену хозяев, скажем так. Но по-прежнему сохранило свое имя. Оно до сих пор работает. Естественно, я так понимаю, что есть разные точки другие, которые так и называются. Ну, филиалы, типа. Ну, условно, филиалы, да. Ну, как их так назвать? Ну, понятно, что Мулен Руш, он один. Ну, знаешь, мне кажется, у нас и в Питере даже есть. Да. Ну, кто тут будет следить, как в Питере где-то в подвале называют. Кстати, я слышала, здесь правда есть очень неплохое кабаре с Канканом и всем остальным. Тоже хочу туда сходить. Юля, пора уже реализовывать все свои желания. Ну, я бы... С Блэк Джеком и остальным, да? Конечно. Как без этого, да. С Канканом. Вот. И ежегодно в Мулен Руш, в тот самый Мулен Руш, оригинальный, приезжают больше полумиллиона туристов посетить и посмотреть выступления. И, конечно же, на красивых женщин. Все. 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 Три истории рассказали мы вам с большим удовольствием. Надеюсь, что и вы с таким же удовольствием, а может, еще и большим прослушали. Спасибо, что пишете. Спасибо, что реагируете. Спасибо, что слушаете. Спасибо вам, ребята, за истории. Пожалуйста. Пока-пока. До свидания. Я конец не приду. Аревуар.